Друзья, всем привет! С вами канал Пиво делаю сам и я его ведущий Равен Арматурович Бетонский. Ребята, сегодня у нас знаковое событие. Событие, что сегодня наконец-таки 4 декабря 2023 года мы начинаем дегустировать наше пиво. Ребята, сегодня мы будем дегустировать домашнее пиво номер 33. Ребята, это пиво разлито по бутылкам 20 сентября 2023 года. Все, ребят, пришло время его дегустировать. Это пиво я принес с лоджии. На лоджии у меня температура плюс 8. Но и также минут 15 оно постояло при комнатной температуре. Комнатная температура 24, плюс 24. Сегодня знаковое событие, ребят. Сегодня начинается, можно сказать, октобер фест у Равен Арматуровича на канале Пиво делаю сам. Дорогие мои любимые подписчики, сегодня я буду поднимать первую кружку в этом сезоне осеннем, именно за вас, за моих преданных подписчиков. Закусывать мы сегодня будем вот такими вот вкусностями в виде сухариков домашних. Наша питерская корюшка и вот такие вот крафтовые чипсари со вкусом томата. Вот такая вот незатейливая закуска, но конечно мне больше всего прилищает, ребята, осушеная корюшка. Очень у нее насыщенный запах, идет просто аромат. Ну что, ребята, подписывайтесь, кто еще не подписались, а мы начинаем. Напомню, вот это пиво одно из первых, которое приготовлено именно на диком хмеле, который вырос у меня в огороде именно в этом году, в 2023. То есть, хмель был собран в августе, ребят, а пиво я приготовил в сентябре. То есть, понимаете, да, к чему я клоню. Напомню, значит, здесь у нас начальная плотность у этого пива 10 процентов. Пиво разлито по бутылкам 20 сентября 2023 года, а сейчас у нас 4 декабря. Ребят, ну что, давайте, наверное, без лишних, так сказать, разговоров открывать и дегустировать. Сегодня я не буду не мерить никакую конечную плотность, потому что мне лень, ребят, я сильно провозился. Так совпало то, что буквально 15 минут назад у нас еще было, значит, 3 декабря, уже стало 4, и я занимался розливом пиво по бутылкам. Пиво номер 41 с солью. Вот такой вот рецепт. Ладно, ребят, все, давайте мозгу не компонсировать. Очень хочется попить мне пиво, посмотреть какой-нибудь видеофильм, ну и заодно, так сказать, насладиться, насладиться именно домашним пивом. Ну что, давайте открывать. Что сейчас будет, ребят, я не знаю, короче, если честно, но открываем. Звук достаточно хороший, дымок даже был. Ну что, льем. Сейчас пробочку только буду придерживать. Хорошо вам видно, ребят. Самое главное, мимо не налить. Но я вижу, что карбонизация неплохая, но пиво сразу видно, что оно такое легкое, реально легкое. Очень меня радует, ребят, что осадок. Он, так сказать, осел. Хорошо осел, осадился. Вроде еще пока не лезет. Ага, вот он пошел. Но я его не буду сливать. Ребят, вот видите, осадок. Вот кому интересно. Вот осадок, он есть небольшой. Ну, в кружку, по крайней мере, я не налил, ребят. Так. Пены, как ни странно, как таковой нету. Ну, это, в принципе, ничего страшного. Это говорит о том, что пиво еще не успело нагреться, ребят. Оно холодное, реально холодное. Так, давайте, наверное, нюхать. Да, реально пиво еще холодное надо было. Ему еще постоять, но нет смысла. Чувствуется легкий аромат хмеля, легкий аромат хлеба. Да. Так, ну все, я пробую. Мне очень хочется пива, ребят. За всех подписчиков канала «Пиво делаю сам». Ребят, за вас. Ребят, вот буквально с первого глотка чувствуется вот эта средняя карбонизация. Это очень хорошо, что она средняя. Она не перебивает вот вкус легкого пива. Чувствуется. Хмель вот этот дикий, достаточно ароматный. И, значит, легкий аромат именно хлебных сухариков. Очень легкое пиво. Ребят, напомню, что начальная плотность у этого пива 10% всего. Да, ребята, еще знаете, что немаловажно. Я обязательно вам сейчас расскажу про рецепт, кому интересно этого пива. Напомню то, что вот эту первую партию пива я, ребята, от жадности делал более большую. Там литраж был большой, соответственно, вот, возможно, как бы, начальная плотность такая, как бы, легкая получилась. Но пиво получилось, ребят. Реально пиво получилось, честно вам говорю. Очень оно легкое. Здесь идеально все сочетается. И хмель, и хлебные сухарики, и карбонизация. Идеально, просто идеально все. Идеально все, скажем так, не очень насыщенно, но все это дополняет друг друга. Цвет, посмотрите, какой, ребят. Именно цвет хлеба и цвет хмеля. Никаких красителей, все натуральное. Пиво полностью выбродило. Вы видели, что никакой перикарбонизации, никакая пена не хлынула из бутылки. Кто давно подписан на канал Пиво, делай сам. Ребят, ну, вы видели, какая была у меня проблема с перикарбонизацией. И как эту проблему все-таки я решил. Все вы помните, как убегало пиво. Здесь этот стол весь был залитый. Чуть ли это рыба сушеная не плавала. Были такие моменты, ребят. Ваше здоровье. Хмелевая горчинка чувствуется. Очень приятная. Ненавязчивая. Ребят, ну, такое лайтовое пиво. Именно в жару на пляж его брать. И, как бы, очень в большом количестве его можно пить, с вашего позволения. Закушу рыбкой. Вот. Получилось пиво. Ммм. Что там с осадком? Осадок такой достаточно. Видите. Есть остаток. Осадок. Цвет хороший, конечно. Карбонизация умеренная. Очень приятная. Замечательно. Вот, кстати, чистота приготовления пива. Вода. Сухари. Хмель. Сахар, дрожжи. Все. Ничего лишнего в нем нет. Друзья, все-таки ради чистоты эксперимента решил я померить еще конечную плотность. Ребят, хотя конечную плотность я уже замерял. Конечная плотность получилась перед розливом пива по бутылкам. 3%. Ребят, сейчас посмотрим, что у нас осталось. Есть вот такой вот прибор, который называется рефрактометр. С помощью него мы сейчас и посмотрим, что спустя. Ребята, два месяца. Да, два месяца прошло. То есть, это такой достаточно хороший срок. Да, сейчас, ребята, чувствую, вот смотрите, вот сколько буквально я отпил, уже чувствую, что легкое охмеление в голове идет. Ребят, ваше здоровье. Поэтому надо быстрее померить конечную плотность. Это будет весьма полезно. Закушу чипсиной. Сейчас посмотрим, ребята, что у нас получается. Ребята, это просто удивительно, но конечная плотность, она так и осталась. 3%. Это обязательно надо записать. Поставить сегодняшнюю дату 0,4,12,23. И написать конечная плотность, ребята, у нас 3%. Это прекрасно. Ребята, это говорит о том, что все предыдущие действия были абсолютно правильны. Так, ребят, ваше здоровье. Пойду сейчас быстренько рефрактометр помою. Ой, хорошо идет. Вообще просто прелесть. Друзья, ну, значит, помыл я рефрактометр, убрал его. Он нам здесь не нужен абсолютно. Сейчас посмотрим, как раскрывается вкус пива. Сейчас оно чуть-чуть нагреется. Очень-очень приятный аромат хмеля чувствуется. И хлеба. Ребят, даже приятно нюхать это пиво. Давайте, наверное, посмотрим, значит, что за дрожжевой осадок, что он из себя представляет. Вот кому интересно, ребята, кто хочет действительно тоже попробовать свои силы. В домашнем пивоварении смотрите, что-то для себя почерпываете. Что-то где-то еще, может быть, узнаваете. Ребят, ну, вот такой вот осадок. Ребят, напомню то, что это использовались дрожжики пивные С-33. Вот такой вот осадок. Видно, не видно. Вот ближе к лампе поднес. Вот смотрите, видите, да? А вот так выглядит само пиво. Видите? Домашнее пиво на диком хмеле. Да, удивительно то, что дрожжами они так не пахнут. Пахнут пивом. Так, сейчас мы закроем бутылку. Все чудесно. Так, уважаемые дамы и господа, ваше здоровье. Вот сейчас чуть-чуть оно еще побольше нагрелось, и вкус у него раскрылся. Очень приятный аромат. Очень нежное пиво. Напомню то, что такое пиво, наверное, в жару в очень большом количестве можно выпить. А я хочу закусить вот таким вот сухарем. Такой вот сухарь с солью. Ммм, супер. Ваше здоровье, ребята. Идеальный цвет. И никакого осадка. Главное правильно налить. Напомню, ребят. Главная цель, конечно, у меня полностью перейти на домашнее пиво и уже как бы отказаться от покупного. Ну, а для тех, кому интересно, ребят, сейчас я вам прочитаю рецепт этого пива. Напомню, это пиво номер 33. Уже давно на канале выложен ролик, по-моему, не один о приготовлении данного пива. И вот теперь пришло время дегустации. Ребят, все мои подписчики канала «Пиво делай сам» спасибо вам большое за ваше терпение. Все-таки канал так и называется «Пиво делаю сам», а я уже его немного замусорил уже всем подряд. И дегустации покупного пива, которое, я думаю, что мало кому интересно, потому что много таких дегустаторов на просторах YouTube. Вот, все-таки людям, наверное, больше, особенно подписчикам, я думаю, интересно, именно такие ролики живые, где именно что-то для себя новое подчеркнуть, вот, так сказать, в приготовлении своего домашнего. Ребят, ваше здоровье. Наконец-таки я дегустирую, ребят. Открываю этим роликом «Октоберфест» на канале «Пиво делаю сам». Именно с этого ролика. Ваше здоровье. Ребят, ну и сейчас, естественно, я вам прочитаю рецепт. Ну вот, кто-то, может быть, уже помнит этот рецепт, но на всякий случай освежу. И свою тоже память. Корешка закушу, с вашего позволения. У нас еще такая мягенькая, вкусненькая. Ребят, пиво номер 33. Значит, я его начал приготовить 11 сентября 2023 года. Видите, сколько времени уже, ребят, прошло с того момента. Напомню то, что пиво у меня домашнее очень быстро закончилось. Мне приходилось подкупать покупное пиво. Опять приходилось наступать на те же грабли, когда ты покупаешь пиво, не знаешь какое, и в нем жутко разочаровываешься. В этом, так сказать, порошковом лимонаде с принудительной карбонизацией. Напомню, здесь, ребята, натуральная карбонизация, которая происходит путем сбраживания пива в бутылке. И в этом помогает декстроза, ребят, ваше здоровье. Очень хорошо идет, реально хорошо идет. Придется, наверное, еще за второй бутылкой идти. Но уже после ролика. Ребят, напомню, пиво номер 33. Его состав. Основная вода 9 литров была. Это впервые, ребят, я решил побольше воды взять, потому что очень соскучился по домашнему пиву. Ребят, плюс 600 миллилитров это, как обычно, для френч-пресса, для запаривания хмеля. Напомню, в френч-прессе я запариваю хмель именно для аромата, не для горечи, для аромата. Сухарики 675 грамм, ребята, использовались. Круглый хлеб. Сахарный песок 750 грамм, ну, увеличивалось здесь в полтора раза. Хмель дикий 30 грамм, ребята. Дрожжи С-33 пивные 6 грамм. Ребят, ну и на выходе у нас получилось 10%. Итак, уважаемые подписчики, на выходе у нас получилось 10% начальная плотность. Ну, ребята, ну как и жигулевская, грубо говоря, даже по цвету. Вот, посмотрите, очень похоже на жигулевская. Очень нежное пиво. Все здесь гармоничные дрожжи, сухарики и карбонизация. Вот. И конечная плотность, ребята, у нас получилась 3%. И также эти 3% вот сейчас мы с вами померили с помощью рефрактометра. И опять же, 3%. Это говорит о том, что пиво было очень правильно разлито по бутылкам. То есть, не было смысла его, значит, раньше разливать. Если бы мы его раньше разлили, ребята, и, допустим, у нас было бы 3%, да, когда разливали по бутылкам, а сейчас, например, стало бы 2%. Это говорит о том, что рано мы его начали разливать. Но здесь все четко, абсолютно четко. Это мне даже очень приятно, ребят. Ну, вот такую вот информацию я вам хотел рассказать. Подписывайтесь все те, кто еще не подписались. Ваше здоровье, ребят. Пиво мне понравилось, ребят. Я результатом очень доволен. Ну, вот, хотя тоже могли быть определенные нюансы, потому что на такое количество воды я впервые отважился. Ребят, ну, вот это количество воды, да, я честно вам хочу сказать, это многовато. По одной простой причине, потому что у меня кастрюля маленькая. Когда эта вода кипела, она реально, ребят, выплескивалась. Выплескивалась. Все это было очень чревато. Хотя бродильной емкости хватило. 9 литров это много, ребят. Думаю, если я решу приготовить пиво, тоже, которое выходит за рамки 6 литров, это будет, наверное, все-таки 8 литров. Потому что все-таки какой-то запас в кастрюле должен быть. Ну, и, соответственно, весь остальной рецепт я пересчитаю на 8 литров. Вот такие вот выводы я сделал, ребят. Блин, пиво вообще просто супер. Очень мягко оно охмеляет, реально мягко охмеляет. Ваше здоровье, ребят. Не смотрите на то, что здесь нету пены. Значит, очень легкое пиво. Реально легкое. Впереди у нас будет много еще дегустаций. Смотрите, вот сейчас мы с вами дегустируем пиво номер 33. А сегодня я разливал по бутылкам пиво номер 41. То есть, соответственно, у нас еще впереди с вами... Сколько у нас впереди с вами? 7... 8 дегустаций, ребят. Представляете, 8 дегустаций. Так что подписывайтесь, кто еще не подписался. Смотрите, какая рыбка интересная. Видите, даже с икрой. Очень вкусно оно пахнет. А вот наши дружики. Супер. Реально супер. Очень мне, ребят, понравилось. Ну вот, хотите, расскажу вам прикол. Супруга была очень скептически настроена на вот это вот самодельное пиво. Но когда она привела своих подружек, которые изъявили желание попробовать это пиво, всем очень понравилось, ребят. Хотя они это пиво пили, смешно сказать, из фужеров для шампанского. Всем очень понравилось. И теперь она мне все уши прожужжала. Когда будет пиво, когда будет пиво, я говорю, подождите, да. Я вначале сам его продегустирую. И тогда уже можешь приглашать своих подружек, ребят. Ну вот, этот день настал. Теперь я думаю, что может она своих подружек привозить, чтобы они оценили сами этот напиток. Блин, какое вкусное. Реально мягко идет. Обратите внимание, сегодня я не чищу никакую рыбу, потому что мне в этом нет необходимости. У меня есть вот такая вот прекрасная корюшка. Ну, ребят, впереди также будут более насыщенные разновидности пива. Более плотные. Даже будет темное одно. Реально темное. С очень плотным телом. Там будет начальная плотность. Даже 15, ребят, 15 процентов. Представляете? Там будет у нас и, значит, ржаной ферментированный солод, и жженый сахар. Там будет вообще просто ультра, ультра начинка. И будут варианты пива с добавлением меда. Мед я ни разу не добавлял. Вот, решил тоже попробовать с медом. Посмотреть, как все это отразится на процессе сбраживания. Как дрожжи переработают сахара, меда и так далее. Все это будет впереди. Поэтому подписывайтесь, кто еще не подписался. Ну, а сегодня, вернее, вчера, пару часов назад, даже какие пару часов назад, пару, так сказать, десяток минут назад, ребят, разливал пиво 41. Так это пиво было вообще, значит, проэкспериментировано с добавлением поваренной соли, ребят. Поваренная соль была добавлена, значит, в количестве одной столовой ложки, а на граммы, если это перевести, 30 грамм. И вот это пиво тоже мне достаточно интересно попробовать. Это, кстати, столовая ложка соли, ребят, украла одну бутылку пива, потому что осадок такой творженистый получился. И, соответственно, одной бутылки пива при розливе я не досчитался, ребят. Ладно, ваше здоровье. Вы, конечно, меня спросите, буду ли я еще пить сегодня такое пиво. Я, конечно, вам отвечу, ребят, сейчас я это допью. На этом ролик мы закончим, и я с удовольствием побегу на лоджию, чтобы взять еще такую же бутылочку пива и уже без камеры ее посмаковать. Закуска у меня сегодня есть, поэтому у меня все прекрасно. Прекрасная дегустация. Пиво номер, ребята, 33. Очень приятно закусывать корешкой, которая слабосоленая. Супер. Просто я реально наслаждаюсь ароматом хамеля дикого. Реально, ребята, дикие хмели – это просто сила. Да, кстати, в этом году его пришлось снимать пораньше, потому что лето было такое более жаркое. Ну, нельзя было, чтобы он сильно перезревал, чтобы с него лапулин сыпался. Да, ребята, еще хочу сказать то, что в этом году я хмель подкармливал. Вот именно вот этот хмель был подкормлен лосинным навозом, ребята. Натуральным лосинным навозом. Не химии какой-то, а все с леса принесено. О, супер просто. Смотрите, никакого осадка нету. Ну, а сейчас, друзья, закушу вот этим сухариком прекрасным. Просто супер. Ребят, специально сильно посолил. Чтобы как следует оттенять пиво в ваше здоровье. Супер, ребята, супер. Вот, смотрите. Видите, вообще ничего не капает. Ребята, все для вашего здоровья. Все, мои хорошие. Ммм. И сухарик. И корюшка. Ммм. Ребята, это просто божественно. Обязательно не забудьте поставить лайкос за ролик. Ребята, я лично доволен дегустацией. Мне все очень понравилось. Все прекрасно. Результатом пива я очень доволен, ребят. Так доволен, что сейчас пойду еще одну бутылочку попью. Я думаю, я заслужил. Я имею право. Напишите в комментариях, имею я право вторую бутылку. После дегустации выпить или не имею. Этого пива у меня сейчас в достатке. Напомню. То, что впервые я решил приготовить побольше пива, это именно на фоне того, что с предыдущего момента приготовления пива его не хватило. Хотя я думал, что его хватит. Нет, ребят. Домашнее пиво, оно не залеживается, не задерживается. Ребятки, все. Пошел я на лоджию. За вторую бутылку я вас всех обнял, всех поднял. Особенно тех, кто написали комментарии и поставили лайки. Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Подписывайтесь, ребят, кто не подписались. С Равеном скучно не будет. Всех обнял, всех поднял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok